приветствую любителей вязания на моем канале меня зовут светлана и в этом видео я хочу вам рассказать как я вязала крючком вот такие носки носки я вязала на 38 размер 37 38 длина стопы 24 сантиметра носки вязала я от паголинка до мыска вязала последовательно то есть сначала резинку пятку основное тело носка и мысок ничего не пропускаю основное вязание это столбики с накидом но также я использовала и столбики без накида это пятка и резинка на манжете носка вязала я носки из пряжи 400 метров на 100 грамм это метраж пряжи пряжа полушерстяная не носочная вязала крючком номер два с половиной и на данную пару носков у меня ушло 67 грамм пряжи также такую пряжу можно заменить абсолютно любой пряжей который носочный да у которой метраж приближен к 400 метров на 100 грамм вот у меня два представителя носочной пряжи вот это пряжа вот тут от 400 метров на 100 грамм у ализе 420 метров на 100 грамм и также можно связать такого же размера носки в моем случае я буду вязать носок и показывать как его вижу из вот такой вот пряжи данная пряжа вроде бы по метражу и такая же как это то есть приблизительно 400 метров на 100 грамм но видимо в этой пряжи использовался высокообъемный акрил и по итогу носок получился немножечко больше чем предыдущий поэтому я буду с вами вязать чуть толще пряжи так скажем да и размер этого носка получится на 40 размер ноги то есть длина стопы тут получается у меня ну почти 26 сантиметров 25 с половиной почти 26 даже наверное на 41 можно его будет надевать и давайте приступим вязание носка я начинаю с резинки резинка вяжется перпендикулярно основному вязанию основному телу носка и вяжется вот таким вот образом на 15 воздушных петлях я ее вязала столбиками без накида за заднюю полупетлю то есть я набираю цепочку из 15 воздушных петель далее я делаю петлю подъема и вяжу столбики без накида до конца ряда далее я разворачиваю полотно и начинаю вязать следующий ряд столбиками без накида за заднюю полупетлю предыдущего ряда и таким вот образом я буду вязать свою резинку полотно резинки длиной в 42 ряда то есть я вижу 42 ряда столбиками без накида за заднюю полупетлю на 15 петлях то есть вот я ряд довязала до конца вот ряд столбиков столбиков без накида я делаю воздушную петлю подъема и две воздушные петли подъема разворачиваюсь и во вторую вот первое во вторую я ввожу за заднюю полупетлю крючок вытаскиваю и вяжу обычный столбик без накида и вот таким вот образом я вяжу каждый ряд вот первый я уже связала да вот я вижу 2 и еще 40 связала я 42 ряда столбиков без накида за заднюю полупетлю так называемую мою резинку на носок и теперь это полотно мне нужно соединить в круг то есть конец моего вязания соединить с началом вот я довязала этот вот ряд вот это его начало это вот без связала я конец ряда теперь я разворачиваю полотно поднимаю низ моего изделия моей резинки дальше нахожу в первом ряду резинки самую первую петлю и я ее тут сделала очень маленькой ну все равно я постаралась найти и вот эту вот петлю которая у меня рабочая да я ее подхватываю перетягиваю на вот эту вот сторону дальше я ввожу в следующую петлю на начале моей ленточки да и в следующую вот аналогичную петлю то есть во вторую от края на конце так скажем ленточки до подхватываю ниточку крючком вытаскиваю на сторону которую я смотрю и протягиваю петлю которую выйти вытащила на через ту петлю которая была на крючке дальше я буду проделывать такую же операцию в каждую петлю до конца моего ряда то есть вот следующая петля ищу соответствующую петлю на другом конце полотна перетягиваю вытаскиваю через эти 2 2 полотна вытаскиваю на сторону которую я смотрю и протягиваю через петлю которая была на крючке желательно вот это вот так скажем сшивание не затягивать чтобы петли были свободные потому что она стянет край и будет тянуть немножечко будет как бы визуально просто некрасиво вот и вот так вот в каждую петлю на одном полотне на втором перетянула ниточку протянула и вот так вот я сшиваю таким вот образом можно сказать до до конца ряда чтобы у меня получился кольцевое полотно и вот таким вот образом у меня будет связана резинка для носка и и от этой резинки мы будем продолжать вязание уже вниз непосредственно самого носка эту резинку можно заменить любой другой резинкой то есть не обязательно такую вязать можно связать вообще резинку из рельефных столбиков с накидом то есть тут уже все как нравится можно связать резинку из соединительных столбиков и вот последняя моя петля если вдруг где-то ну не сошлось нужно перепроверить возможно где-то пропустили в каком-то из полотне из полотна то или в начале да где-то пропустили в конце вот я дошила теперь я это полотно выворачиваю это мне будет шов с изнанки я это выворачиваю вот так с лица у меня шов смотрится вот так тут немножко такая вмятинка тут так и должно быть и вот моя рабочая петля она будут спряталась под резинкой дальше вот эту вот нитку которая начала ряда я проложу вот так вот по резинке и в вижу ее в полотно дальше я буду вязать по кругу носок сначала я буду вязать ровно полотно до пятки а потом пятку и в общем дальше домыска тут у меня 42 ряда если я в каждый ряд буду провязывать столбик без накида сейчас я первый ряд по периметру пройду столбиками без накида ну чтобы вот эти вот зубчики как бы усреднить выровнять полотно плюс еще вот сейчас такая вот ситуация что если я провяжу 42 ряда то есть 42 петли 42 столбика если я буду столбик вязать каждый ряд то будет узковат носок особенно будет тяжело надевать его там где взъем стопы поэтому я прибавлю в моем случае я прибавлю 10 столбиков и у меня по периметру будет не 42 столбика с нами без а 52 как я буду прибавлять прибавлять я буду наугад так скажем да на глаз где-то я провяжу вот такая вот бороздочка вот это у нас два ряда и вот где-то я провяжу 2 2 столбика где-то провяжу 3 столбика и вот в процессе счета я буду вязать и считать и чтобы в конце уже меня был 52 столбик если чуть чаще провязала ну переделаю то есть как бы прибавки столбиков не особо какая какая-то не особо алгоритм главное чтобы приблизительно эти прибавки были равномерны вот у меня петля я делаю две петли подъема можно в принципе эту петлю просто вот как бы провязать потому что она там где-то из-под низу торчит да просто ее вот так вот провязать как столбик и запомнить что это у нас первый столбик можно не провязывается сразу вот провязать две воздушные петли подъема и дальше вязать столбики но знать что вот это вот сюда вот нам надо будет потом соединяться и эти две воздушные петли подъема у нас будут равны столбику с на без накида я наверное просто как-то присоединюсь чтобы было поаккуратнее потому что где-то он там выглядывает непонятно где я могу его потерять в процессе вязания ну где-нибудь и мне нравится я туда ввожу и вот это вот у меня будет первый столбик вот 1 2 и так вот я вижу по периметру ну естественно вот этот кончик я ввязываю если не нравится ввязывать то можно просто ниточкой по иголочкой запрятать я вяжу по всему кругу все окружности и чтобы у меня было 52 ряда ой 52 52 столбика без накида я уже заговорилась 52 столбика без накида я вижу это мой первый ряд как я сказала уже усредняющий ряд чтобы выровнять пустые резинки полотно чтобы получить вот такой вот аккуратный переход вот такой вот аккуратный переход очень довольно таки красиво смотрится вот если приблизить да то вот видно что здесь вот у меня связан ряд столбиками без накида и я вижу считаю чтобы было у меня 52 столбика до конца ряда связала я 52 столбик без накида и соединяю мое вязание в круг нахожу столбик 1 без накида и соединительным столбиком соединяюсь дальше я буду вязать столбиками с накидом на каждую петлю предыдущего ряда в каждую петлю предыдущего ряда я буду провязывать столбик с накидом соответственно получается в круге у меня будет 52 столбика учитывая петли подъема то есть три петли подъема у нас равняются к столбику то есть если более конкретно то это будет 3 петли 3 воздушные петли подъема и 51 столбик так я провяжу три ряда после третьего ряда я буду вязать пятку если допустим вот вот этот вот участок я сейчас буду вязать и потом у нас пойдет пятка если допустим вам хочется сделать большее расстояние от резинки до пятки то вы можете провязать не 3 ряда 4 5 сколько вы хотите мне как бы нравится вот такое небольшое расстояние от резинки до пятки в моем случае это 3 ряда поэтому я вяжу 3 ряда столбиков с накидом и потом приступлю к вывязыванию пятки связала я 3 ряда столбиками с накидом и после того как я связала это это расстояние я приступаю к вязанию пятки пятку я буду вязать на половине моего полотна то есть у меня сейчас в по окружности 52 столбика или 52 петли половина это 52 разделить на 2 получается 26 столбиков или 26 петель и вязание пятки у меня сейчас будет задействовано 26 петель пятка у меня вязание пятки будет состоять из двух этапов первый этап я вывязываю высоту пятки пятку я вяжу столбиками без накида то есть я сначала вижу высоту пятки столбиками без накида второй этап я вижу закругление пятки тоже столбиками без накида то есть 26 петель это половина моей окружности его 26 петель 26 столбиков я буду провязывать поворотными рядами туда-обратно на высоту четыре с половиной сантиметра в моем случае это 12 рядов столбиками без накида далее я буду приступать к вязанию закругления то есть ничего сложного половина имеющихся петель я вижу моем случае это 26 столбиков я вижу столбиками без накида туда-обратно поворотными рядами до на высоту 12 рядов то есть для размера от 36 до 40 высота пятки составляет четыре четыре с половиной сантиметра если размер больше то высота пятки будет пять пять с половиной можно даже и шесть вязать если совсем большой размер но мне достаточно четыре с половиной сантиметра это 12 рядов я продолжаю вязать 12 рядов и это будет высота мои пятки сейчас у меня на пятки провязано три ряда столбиков без накида то то есть чтобы так ну как бы убедить в том что я вижу на половине полотна вот это вот так вот выглядит три ряда связано далее я вижу 4 и на чем я хочу сделать акцент на том что нужно считать количество петель чтобы не потерять ну или столбиков до чтобы не потерять никакой столбик потому что будет тогда неровно и придется переделывать поэтому периодически или же постоянно пересчитывать чтобы ничего не потерять никакую петлю и вот я сейчас показываю что я развернулась на изнаночную сторону вяжу полотно по изнанке я вижу четвертый ряд и мне еще надо вязать 8 рядов связала я 12 рядов столбиков без накида высоту свои пятки и теперь я буду делать закругление пятки помним что у меня здесь 26 петель или 26 столбиков это количество столбиков я делю на 326 на 3 нацело не делится и у меня получается что делится нацело 24 24 разделить на 3 это получается 8 и 2 в остатке и эти две петли я распределяю вот таким вот образом то есть крайняя часть центральная часть и крайняя часть центральная часть у меня будет 8 петель а 2 крайние части у меня будут по 9 петель или по 9 столбиков что я делаю дальше основное свое вязание я буду проводить сейчас на центральной части то есть я провязываю 9 петель крайней части в данном случае которая находится справа провязываю центральные петли 8 штук или столбики это ну как бы центральная часть дохожу до края и потом буду поворотными рядами вязать центральную часть при этом прихватывая от один столбик то с этой части один столбик с этой части и так до тех пор пока на боковых частях не закончится столбики и так первый столбик я связала у меня первые столбики это две петли подъема и воздушные петли подъема дальше 2 3 4 5 6 7 8 9 все я дошла до срединки так 9 я провязала теперь я вижу 8 петель средней части то есть в принципе я вяжу 17 петель до или же 17 столбиков 12 13 14 15 16 и вот это вот получается 8 петля центральной части да что я делаю дальше я делаю соединительный столбик следующую петлю то есть это в девятую или же одну петлю я захватываю с третьей части разворачиваю полотно разворачиваю вот так и вяжу 8 петель 1 2 или 8 столбиков 3 4 5 6 столбик 7 и 8 центральную часть провязала из этой стороны делаю точно также соединительная петля или соединительные столбики разворачиваю свою полотно вот я сделала соединительную петлю и в первый же столбик без столбиков подъема я вяжу 8 столбиков ну 1 8 8 столбиков по поочередно да то есть каждый столбик по столбику 2 3 4 5 6 7 и вот у нас 8 мой связала далее я следующий столбик 3 части делаю также соединительный столбик или соединительную петлю и разворачиваю опять вижу 8 столбиков 2 3 без столбиков подъема 4 5 6 7 если все правильно вязать то их как раз 8 и видно 8 вот мы дошли до первой части да и вот следующую петлю или все следующий столбик мы делаем соединительный столбик и разворачиваем наше полотно вот такое уже закругление у нас начинает формироваться вот это с лица вот с изнанки и вот так будем подхватывать соединительным столбиком с каждой стороны до тех пор пока у нас не останется ни одной петли вот опять первый столбик вяжу 1 во 2 2 и так 8 3 4 5 6 7 8 вот дошли вот эту вот столбик мы задействовали да мы в следующий делаем соединительный столбик разворачиваемся и в первый столбик начинаем опять вязать 1 дальше 2 3 4 5 6 7 и 8 дальше вот тут этот у нас задействован значит мы в следующий делом соединительный столбик разворачиваемся у нас было тут 9 до сейчас 6 тут 5 потому что мы они тоже 6 потому что мы что шли так и опять 1 2 3 4 5 6 7 и 8 и следующий столбик соединительный и вот такая вот уже пятка вот она уже вот такая вот такой карманчик образовался и так вяжем до тех пор пока у нас не останется ни одной петли на боковых частях то есть останется только восемь петель средней части ну и по соединительному столбику с этой с этой стороны пятку нас к довязываю я до конца с этой стороны я уже центральную часть соединила с последним соединительным столбиком из боковой частью это выглядит вот так вот и вот с этой стороны у меня осталось соединить с последним столбиком из противоположной боковой части как вы можете заметить вязание пятки я заканчиваю с изнаночной стороны полотна с изнаночной стороны изделия провязала 8 столбиков без накида и теперь я соединительная петлю или соединительным столбиком присоединяюсь к боковой части закончила я вязать теперь уже пятку вот так пятка выглядит сбоку сзади с другого боку ну и с подошвы со стопы дальше я буду продолжать вязание уже с лицевой стороны носка для этого мне нужно просто повернуть полотно на лицо и продолжать вязание вязать я буду столбиками с накидом по периметру вот этой вот конструкции по кругу делаю 3 воздушные петли подъема а эти три петли воздушные подъема заменяют столбик с накидом вяжу 8 столбиков с накидом пятки которую я вязала поворотными рядами и дохожу вот до вот этого вот место где у меня получается что на рядах нужно поставить столбики так вот ориентировочно один ряд столбиков без накида соответствует по ширине одному столбику соответственно здесь 12 рядов приблизительно 12 столбиков нужно провязать можно провязать больше но самое основное важное нужно посчитать количество столбиков которые провязаны с этой стороны боковой части пятки и соответственно такое же количество нужно провязать с другой стороны боковой части пятки чтобы было одинаковое количество петель ну и соответственно на втором носке чтобы было точно такое же количество столбиков боковых частях чтобы были одинаковые носки по ширине продолжаю я вязать объединяющий ряд пятку и основную основную часть нас к провязываю я 8 столбиков дальше я на боковой части пятки буду вязать 12 столбиков и в конце уже сейчас покажу где довезу в конце уже вот здесь вот вот в этом уголке я сделаю закругление каким образом я сделал чтобы не было такого вот острого угла а был такой более скругленный чтобы сделать закругление вот этого вот угла я провяжу три столбика с накидом с одной общей вершиной я один столбик вот с этой вот с этого места один столбик непосредственно из самого угла и один столбик из петли или столбика который рядом я их вот эти вот три столбика вместе провяжу одной общей вершиной таким образом у меня будет закругление но естественно немножечко сокращение петель с другой стороны вот с этой стороны я сделаю так и с другой противоположное сделаю точно также в полотне это будет выглядеть вот таким вот образом вот эти вот три столбика вот с одной стороны и вот с другой стороны вот так вот они выглядят вяжу 12 столбиков на боковушке пятки и потом сделаю ну как закругление до 3 вместе с одной общей вершиной 12 провязала вот тут у меня последний столбик получается я его не довязываю вот здесь вот в угол столбик получается его тоже не довязываю и следующий столбик его тоже не довязываю вот на крючке у меня 4 петли и одним движением я их все провязываю таким вот образом у меня получилось три столбика с одной общей вершиной дальше я вяжу вверх носка вот в каждый столбик я верю столбик не довязывая один столбик до следующего уголка ну и сейчас покажу как какое у меня закругление получилось да вот такая вот вот такой вот более плавное закругление у меня вышло до этого у меня это выглядело вот таким вот образом такой вот угол а а вот теперь вот такой вот плавненькая не довязываю один столбик вот до вот этого вот угла вот этот вот и опять делаю три столбика с одной общей вершиной чтобы сглазить и этот угол вот я не довязала один столбик до угла пятки и теперь я делаю опять три столбика с одной общей вершиной первый не довязан второй вот сюда в уголочек два не довязанных и третий вот уже в боковую часть пятки вот они довязаны три столбика на крючке 4 петли и я их все вместе провязываю одним движением дальше мне осталось довязать столбики на вот этой вот боковой части как мы помним в предыдущей вот в этой части я вязала 12 столбиков но здесь я свяжу 11 почему потому что вот это вот три воздушные петли подъема уже соответствует одному столбику чтобы было ну как бы четное количество до одинаковое мне нужно на один меньше связать соответственно 11 довязывая тут 11 столбиков замыкаю вязание в круг и первый ряд соединительный у меня будет готов довязала ряд соединилась и вот такая вот у меня половинка носка получилось вот такой вот уголочек более мягкий с одной стороны с другой вот такая вот деталь что я буду делать дальше по периметру по кругу вот этому вот у меня получилось 58 столбиков рабочих столбиков с накидом то есть или же 58 петель вот эти вот три с одной общей вершиной я это считаю как одна петля одна вершина и соответственно их 58 с этой стороны до 1 из этой тоже 1 я хочу чтобы у меня вот здесь вот в уже вот в этой части носка вот в этой этой части носка было столько же столбиков как и на проголинке то есть после резинки а именно 52 столбика а сейчас 58 как мне получить такое количество столбиков методом убавок убавки я буду делать не хаотично а буду делать убавки 2 в каждом ряду ну или 2 в ряду в тех местах где я уже делала убавки а именно вот в этих вот уголках вот с этой стороны и с этой стороны вот здесь вот как раз вот на носке эти убавки будут ложиться вот вот здесь вот и таким образом с помощью этих убавок можно сформировать вот этот вот вот здесь вот такой клемышек образуется он называется клин подъема и с помощью этого клина подъема вот здесь вот визьем носка будет более такой вот плавный и лучше будет прилегать к ноге если же я не сделаю здесь убавки то есть их делать не обязательно эти убавки их можно не делать но если я не сделаю здесь убавки у меня носок будет шире и здесь как бы по взъему будет лежать носок а потом просто будет ну как бы немножечко оттопыриваться ничего страшного в этом я не вижу такие носки тоже можно носить но когда я сделаю убавки носок станет уже и он будет более прилегать к стопе тем самым на мой взгляд более удобно носить носки убавки я буду делать как я уже сказала в каждом убавки я буду делать две штуки в одном ряду с одной стороны с возле уголка пятки до с одной стороны и со второй стороны как я уже сказала у меня пятьдесят восемь петель я хочу получить пятьдесят две значит мне нужно убавить 6 петель в одном ряду я буду делать две убавки или же я буду убавлять два столбика отсюда получается что мне нужно связать три ряда с убавками но эти три ряда я не буду вязать один за другим то есть в каждом ряду я не буду вязать убавки здесь 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 да я хочу эти убавки связать через ряд а именно вот я как бы уже сделала убавку ну я ее как бы не считаю потому что в расчет они у меня не входили да эти убавки но я буду учитывать что уже здесь есть убавка поэтому следующий ряд буду вязать без убавки Потом я свяжу ряд с убавкой И в этом ряду я сделаю 2 убавки А именно я провяжу 2 раза С одной стороны уголка и с другой стороны уголка 2 столбика с одной общей вершиной Дальше следующий ряд я провяжу без убавки Потом я сделаю ряд с убавкой Ряд без убавки Ряд с убавкой То есть у меня получится 3 ряда через ряд 3 ряда с убавками Которые будут ряд с убавками Чередоваться с рядом без убавок Или же другими словами я скажу Что я свои 3 ряда убавок растяну на 6 рядов Из этих рядов 3 с убавками и 3 без Вот таким вот образом я сделаю Почему я так делаю через ряд? Чтобы вот этот вот съем был более пологий Если я сделаю в каждом ряду эти убавки То съем будет более крутой Ничего страшного в этом я тоже не вижу Ноги у всех разные Такой тоже имеет место быть Но вот я для своих носков посчитала, что мне так лучше Дальше Получается, что я теперь буду делать? Я вот этот вот первый ряд связала Теперь я буду вязать просто ряд без убавок А потом следующий ряд я буду вязать с убавками И у меня получится 6 рядов связано Из которых 3 ряда с убавками и 3 ряда без Они чередуются Выполнила я все убавки И вот как можно заметить Вот такая вот уже конструкция И сейчас по рядам я покажу Вот первый ряд, который мы объединяли нашу пятку С основным вязанием носка Вот где мы делали вот эти вот убавления Уголочки Вот второй ряд мы делали без убавок Это вот ряд с убавками Один ряд без убавок Второй ряд с убавками Ряд без убавок И третий ряд с убавками В общей сложности у меня сейчас Вот здесь вот по окружности 52 столбика Теперь эти 52 столбика я буду вязать до мыска В длину 12 рядов После того, как я сделала убавки Вот в этом месте Я провязала 12 рядов столбиками с накидом И достигла той длины стопы Когда мне уже пора вязать мысок Ну и лишь закрывать носок Мысок я буду вязать на протяжении 9 рядов Не сразу, не резко Можно закрыть резко Особого какого-то специального метода закрытия мыска А нету смысл в том, чтобы те петли Которые или столбики, которые у нас есть Просто их свести до минимума Не захотела я резкое закрытие носка делать И мне захотелось сделать такое немножечко удлиненное Закругленное закрытие мыска В первом случае вот этих вот носков Я закрытие мыска делала с помощью 9 рядов Но я вязала все ряды столбиками с накидом И за счет этого вот последние 3 ряда Вот они как немножечко вытянули мысок На ноге это не сильно сказывается Но вот сам вот визуально носок имеет как будто какой-то носик Какой-то торчун Мне как бы особо сильно не мешает это в носке Но вот визуально хотелось бы более закругленный мысок Чтобы он был более такой вот кругленький Поэтому уже в этом носке я частично закрытие сделала рядами столбиком с накидом А частично это 4 ряда, 3, 3 ряда я сделала закрытие столбиками без накида Тем самым сузилась Но вот такого вот как бы носика у меня не образовалось А получилось такое вот тупое закругление Возможно это мои заморочки Но мне так захотелось Как же я буду закрывать мысок на носке, который я вяжу Все петли, которые или столбики у меня есть в данном изделии Я делю на 6 Напомню, что у меня 52 столбика в данном носке И 52 на 6 не делятся В принципе можно заменить на поделить на 8 Тоже получится сектора И просто немножечко быстрее получится закрытие Не так плавно, а немного быстрее Но опять же 52 на 8 не делится Поэтому я останавливаюсь на 6 И для того, чтобы у меня количество столбиков поделилось на 6 Мне нужно произвести убавки Методов подсчета я посчитала, что на 6 у меня поделится 48 столбиков 52 минус 48 получается 4 столбика Мне нужно убавить И сейчас я в этом ряду сделаю убавление в размере 4 столбиков Можно их сделать, ну как бы, одна убавка тут, одна тут, одна тут, одна тут Можно еще каким-то образом Я сделала вот таким вот образом То есть как я делала убавки вот в этом месте Я это место визуально продлила И вот в этом месте Можно заметить Я сделала 2 убавки рядом Вот 2 столбика с одной общей вершиной И вот еще 2 столбика с одной общей вершиной С этой стороны я такое сделала И вот с противоположной я тоже вот такое сделала То есть визуально продлила вот эту вот линию приблизительно единственное что я посчитала количество столбиков чтобы у меня было вот с этой стороны столько же сколько и с этой но это не обязательно это просто моя заморочка как я сказала можно на глаз убавить сделать четыре убавки одну тут одну тут одну тут и одну тут и все будет нормально и так я вяжу круг в котором убавляю 4 столбика убавка это два столбика с одной общей вершиной вяжу столбиками с накидом пока что еще и у меня будет четыре таких убавки то есть четыре раза я провяжу два столбика с одной общей вершиной и у меня в итоге получится из 50 2 48 петель которые поделятся на 6 провязала я ряд с четырьмя убавками вот две вместе с одной стороны у меня и с этой стороны тоже вот две вместе убавки ну и теперь я буду приступать к закрытию мыска теперь у меня 48 столбиков они делятся на 6 и я теперь буду вязать сектора по 6 столбиков вернее я буду вязать четыре столбика а 5 6 буду делать два вместе с общей вершиной таким образом у меня будет убавка первый столбик я провязала 2 1 это три столбика три петли воздушные подъема он аналогичен первому столбику 2 3 4 а 5 6 я вижу два вместе с одной общей вершиной вот два недовязанных я их провязываю вместе вот сделала я одну убавку то есть один сектор я связала так называемого нашего круга продолжая дальше вязать 1 2 3 4 5 и 6 я вижу два вместе с одной общей вершиной или же это убавка а пока еще я вижу столбиками с накидом и таким вот образом я довязываю этот ряд до конца и вот в конце ряда у меня остается сделать убавку все первый ряд с убавками я провязала соединяюсь третью петлю воздушных петель и вот у меня связан первый ряд мыска уже можно увидеть что происходит такое небольшое закругление дальше вяжу следующий ряд опять столбиками с накидом пока что еще и теперь я буду вязать 3 столбика 4 5 я буду вязать 2 вместе с одной общей вершиной 1 я провязала 2 3 а 4 5 я вижу 2 с общей вершиной то есть убавку и вяжу таким вот образом до конца ряда его довязываю я ряд до конца в этом ряду у меня получается ряд заканчивается убавкой то есть два столбика с одной общей вершиной и соединяюсь круг теперь дальше я продолжу убавлять столбиками без накида больше я столбики с накидом вязать не буду чтобы более кругленькое меня закругление было я буду вязать столбики без накида но убавки буду вязать два столбика 3 4 я буду провязывать вместе то есть вязать убавку вот первые у меня есть это 2 воздушные петли подъема 2 а 3 и 4 я вяжу 2 вместе дальше 1 2 а 3 и 4 я вяжу 2 вместе дальше 1 2 а 3 и 4 я и так вяжу до конца ряда и последний сектор 1 2 3 и 4 вместе и соединяюсь дальше я вяжу опять столбики без накида ну теперь я буду вязать 2 3 вместе 1 2 и 3 вместе дальше 1 2 и 3 вместе 1 2 и 3 я вяжу 2 вместе и так до конца ряда заканчиваю ряд опять убавкой 3 4 вместе и соединяюсь в круг во вторую петлю подъема следующий ряд я опять вяжу столбиками без накида ну теперь я вяжу один столбик а второй и третий я провязываю 2 вместе 1 2 3 я провязываю вместе и так до конца ряда и вот уже у меня конец ряда и следующем ряду мы будем провязывать по 2 вместе делаю петлю подъема и со второй петлю провязываю опять два столбика вместе еще два столбика вместе с общей вершиной следующие два столбика вместе с общей вершиной и таких вот убавок у меня в ряду должно быть 8 то есть сорок восемь петель или столбиков я делю на 6 получается 8 секторов эти 8 секторов у нас ходят по одному столбику уже на конец и получается 8 столбиков я делаю соединительную петлю и теперь можно обрезать нитку и иголочка сделать затяжку нашего отверстия каким я образом это сейчас делаю я покажу берем трикотажную иглу продеваем нитку в иглу и находим вот здесь вот наши столбики с лицевой стороны и протягиваем через 1 2 без усилий пока что вот так вот и снаружи вовнутрь и вытаскиваем через отверстие 3 нам надо все подцепить вот вот не хочет вот 4 5 еще 6 7 и последний 8 вот я все протянула и вот так вот раз и затянул и наша дырочка наши вот отверстия но затянуть но опять же таки затягивать с чувством чтобы не порвать нитку а потом с лица это все у нас вот туда вот в такую маленькую дырочку мы перетягиваем наизнанку нитку перетянули нитку наизнанку выворачиваем наш носочек ну и потом эту ниточку мы тут закрепляем чтобы наш носочек не раз пусть и вот такие вот носки меня у меня получились вот тут мысок более такой вот закругленный а в этих носочках мысок более такой остренький получился вот такие вот теплые носочки на этом все всем спасибо за внимание вяжите с удовольствием утепляйте свои ножки радуйте себя и своих близких всем до свидания